Всем привет! Я сегодня нахожусь в гостях в гимназии Лилли Кюрла. Я на этой неделе провожу курс для учителей из разных стран Европы. И сегодня мы посещаем две школы. Первая из них вот там, где мы находимся сейчас. И я хочу показать игру, в которую мы будем играть сегодня. Это ГПС-игра. В этой игре вопросы кодируются под ГПС-координаты. Я покажу это приложение в своем телефоне. Здесь тенек. Должны увидеть. Вот. Вот это. Вот это приложение. Я сейчас его открою. Нужно ввести пароль. Нужно ввести имя пользователя. Оно дается учителям. Войти. И затем запускается игра. Тебе выдается карта. И ты по этой карте должен найти определенные точки. И когда ты находишь правильную точку по карте, сразу же выпрыгивает вопрос. Например, как сейчас у меня появился вопрос. Вот такой. Теперь я должна на него ответить. И когда я ввожу вопрос, ответ и нажимаю ОК, он отправляется. И на карте появляется следующая точка, которую я должна искать. Итак, я ответила на этот вопрос. И теперь должна искать следующий. Я покажу, как это выглядит на карте. Вот моя карта. Вот вопрос. Вот точка, на которую я уже ответила. И вот теперь следующие, которые я должна искать. И эта точка показывает, где сейчас нахожусь я. Итак, я пошла на поиски. Так, я должна буду скоро войти в зону вопроса. Вот. Я покажу, как это на телефоне, если это видно. Вот, видите, я уже рядышком где-то с вопросом. Так. Опа! Ура! Я нашла правильную точку. И вот на моем телефоне появляется следующий вопрос. И сейчас я буду на него отвечать. Интересная игра? Так, сейчас я пытаюсь найти следующий вопрос. Вот он где-то тут, где-то тут. Вот он скоро должен у меня появиться. Так. Не так-то легко попасть в гпс-координату точную. Так, хорошо. Вот теперь у меня появляется следующий вопрос. Тут, наверное, тень падает. Плохо видно. Но вот вопрос появился. Буду теперь думать и отвечать на него. В этой игре учитывается и точность ответов, и время, с которым находились координаты, и географическая точность. То есть, насколько точно и теленаправленно были найдены координаты. Или человек бегал хаотично, или все-таки он чувствовал карту и искал точки именно по карте. Невероятно забавно и интересно. А потом, потом уже видит учитель результаты. Он видит ответы, он видит время, и он видит путь, который проделал человек, пока искал эти координаты. Продолжение следует... Образовательный технолог, который нам организовала эту игру, сказала, что делала когда-то такой квест с учениками седьмого класса по английскому языку. И заметила, что от одной группы не получают никаких результатов. А как оказалось, ребята, группа небольшая, решила сбегать во время квеста домой. И думали, что окажутся незамеченными, и никто этого не узнает. А затем, когда они пришли уже в класс к учителю, она открыла карту и показала передвижение ребят. И на карте видно, куда они ходили. Что они бегали не в парке, не вокруг школы, там, где надо было, а что они побежали домой. Ой, это такой забавный факт. Учебный вопрос, на который мы отмечали в ходе этого квеста, они были связаны с биологией и рассчитаны были на седьмой класс. Ну, наша группа учителей STEM справилась с этим заданием. И, по-моему, только одна группа, только одна группа не успела ответить, не успела найти все точки. Так, а в общем, мы остались невероятно довольны. Все понравилось, и учителя из Европы были в сторону. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok